Владимир Владимирович, я вам хотела показать одну вещь, специально с собой взяла. Это вот такой сок. Он раньше был весь цветной. Неважно какой сок, здесь даже не видно какой бренд, хотя это расхожий бренд. А теперь вот видите, маленькая картинка, остальное белый. Почему? Это массово сейчас так. Потому что закончилась краска. Производитель краски для вот таких упаковок ушел из России. А теперь еще объявил о том, что уходит и производитель самих упаковок. Это я купила две недели назад, а сейчас уже и этого скоро не будет. И получится, что нам останется разливать, видимо, в бутылки или в трехлитровой банке, как в моем детстве, если не выяснится, что бутылки мы с вами не производим. Есть очень разные взгляды на это. Вы сегодня коснулись этого вопроса, да? Вот часть приехавших, значительная часть, больше, наверное, людей, которые сейчас в этом зале, они приехали сюда на Сапсане. Вот одни нам говорят, что да Сапсаны мы заменим китайскими, они еще лучше. Симен же ушел. Другие говорят, да мы научимся и будем делать сами. Я напомню, что у нас свои высокоскоростные поезда, Р-200, они, кажется, назывались, в 1984 году были запущены. В 1984. Мне 4 годика было, еще в школу не ходило. А мы уже, у нас были скоростные поезда. А больше нет. Это же грустно. А есть люди, которые говорят, что нет, что мы не сможем это заменить, что нам Сапсанов останется на пару лет, и потом мы просто откажемся от высокоскоростного движения, то есть делаем шаг назад с точки зрения того, к чему мы привыкли. И так по всем, по всем параметрам. Телефоны, компьютеры, все, к чему мы привыкли. Если нам придется от этого отказаться, это какой-то очень грустный, я бы сказала, душераздирающий грустный план. Может быть, есть другой план? Всегда при принятии любых решений нужно вычленять главное. Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее, и сейчас, и будущим поколениям, или иметь упаковку сегодня. Если у нас не будет суверенитета, у нас в недалеком будущем мы будем всё покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, щёдло и продавать кругляк за границей. Спасибо. Вы хотели добавить, господин Песня? Нет? Ну и что, здесь всё понятно, и, судя по выступлению, очень интересному выступлению Владимира Владимировича, можно понять, что он в настоящее время уже рассуждает, так сказать, категориями исторической перспективы. Как всегда. И тут, конечно, не до пакетиков для сока. Действительно, это небольшая проблема. Продолжение следует...